Приветствую! Итак, ножи Spartan Blades. Я хочу про них рассказать, поговорить, потому что они очень и очень неоднозначные. Сразу скажу, что у меня нет и не будет, наверное, вот практически стопудово не будет. Слово точно, по жизни говорить нельзя, это такой вызов. Вот. Ножа Spartan Blades. Потому что я не хочу себе такой геморрой. Но, но, давайте посмотрим, что такое Spartan Blades обычно. Обычно это всегда классный, интересный дизайн и хорошие материалы, это правда. То есть, обычно это вот либо титан, хорошие стали, ну, либо просто толковые материалы, там тот же карбон, если карбон-то не очень обычный. Это хорошая фурнитура, то есть, у них достаточно приличные винты. У них хороший подход к свободе и монтажу клипсы. То есть, клипса есть, вот так вот она крепится. Хочешь с другой стороны, пожалуйста, и вот заглушечка красивая. Здесь то же самое. Вот. Что еще такое ножи Spartan Blades? Это не абсолютно феноменальное, идеальное качество. То есть, по сравнению с саламиками, это супер. Но, по сравнению с, там, какой-нибудь банальный Zero Tolerance, они не тянут. Почему? Ну, потому что чуть-чуть где-то там по механике не идеально. Чуть-чуть где-то клинки не по центру. Чуть-чуть где-то кривой клинок вот здесь. Ну, и так далее. То есть, ну, как-то вот чуть-чуть не доделывают, не дорабатывают. Ну, и самое главное, это их фирменный вариант рекасса выхода на спуски, который, ну, продолжается в виде тупья на пол ножа. И вот хозяин ножа поточил его. Я считаю, что он сделал весьма аккуратно. Вот, то есть, исходя из предоставленного ему материала, что называется, и отсутствие за плечами десяти таких ножей, сделано достаточно аккуратно. Но, но заводской, да, как бы образ потерян, где вот это все уходило в ниточку такую и растворялось. Также многие любят делать, есть и знаменитые ножи типа Фонтони, этот HB-01, у которого там тоже сантиметр, наверное, иногда тупье, в зависимости от экземпляра. Вот, где надо прямо вот растворять подвод, как бы в ниточку и завершаться. Это долгая работа, сложная, кропотливая задача, и как приводить это в чувство, очень и очень большой вопрос. Вот, я скажу так, что производителю достаточно было бы делать дульку. И когда говорят, что типа, вот это нарушит образ ножа, ля-ля, му-му, посмотрите сюда. Здесь есть вот такой вот зазор между рукояткой и клинком. О наличии нарушения образа ножа, мне кажется, уже говорить не приходится, потому что здесь все уже нарушено изначально, по задумке. Поэтому какая-нибудь симпатичная, не обязательно кругленькая дулька, она офигеть как просится. Мне, например, нравится по форме, всегда нравилась дулька на страйдерах. Она красивая, она харизматичная, но она не круглая. И ее бы в огромное количество ножей вкорячить, в которых вот такие ситуации. Я про колстил вообще молчу с их вот этим вот. Итого, спартан маленький, маленький, классный, да, клинок большой, да, удобный, да, продуманный, ну, в достаточной степени, за исключением вот здесь отжатия замка, где прям вот эта вот штука врезается в палец, но замок не жесткий, поэтому нормально. Вот, здесь был металлический детент, стальной шарик, было сделано так себе, это вот к слову о качестве подгонки и прочем. Вот, я заменил на керамику, стало весьма хорошечно. Вот. В целом, отличный нож, харизматичный, приятный, да, но вот у заказчика возникла проблема с заточкой, а я менял детент, потому что иначе никак. Теперь дальше. Дальше, смотрите, вот этот совсем другой нож, то есть этот нож пришел уже в глубокую кастомизацию, вот, у нас здесь, во-первых, производилась работа, понятно, уже видно, под 40-коду, вот, и тоже детент, но, ой, детент, говорю, извиняюсь, извиняюсь, не детент, ход, вот, детент как раз здесь не делался, потому что шарик детента здесь удалось не менять, сейчас расскажу фишку, почему. Вот, здесь был стол-нож, и здесь были проблемы с механикой, именно с точки зрения просто плохо подогнали все. Просто вот, просто разборка-сборка, чистка, переборка и прочее дали результат в хорошем ходе клинка. Вот, теперь расскажу, в чем тут фишка. Если посмотреть сюда, видно, что клинок вот чуть-чуть, зараза, но не по центру. Почему? Потому что кривоватый. Опа! Ничего не поделаешь. Вот. И этот нож, самое главное, что делалось, это дулька. То есть, вот здесь вот такой формы дулька, вот такой. Это абсолютно не портит клинок, потому что, ну, дулька, как бы, она выходит из рукояти, никаких лишних поверхностей, переходов. Вот она вышла из рукояти и стала клинком. Все. Основная задача решена. Для заточки все прекрасно, красиво, как видите, аккуратно. Нож никак, ничем не стал хуже. Стал очень красивым. Черное покрытие у него сделано по двум причинам. Точнее, изначально не планировалось. Планировалось, что он в оштравление, но, но это XHP так ржавеет, так ржавеет, что, вот, поэтому решили закатать, что называется, в 40. Вот. И, и, и угол заточки, ого, 56 градусов здесь, ну, и тут там дальше гуляшка. Это просто нечто. То есть, вообще, он должен был быть заточен, как обычно я делаю, после цирракота, должен был быть заточен микроподводом. Но его же не на 62 градуса надо было делать, поэтому решили не делать. Вот. И теперь, к чему я? Так вот, нож стал просто песенным. Благодаря, кстати, цирракоту и прочим нюансам удалось не менять шарик Детент, а ставить металлическим, потому что он мягко, хорошо ходит и уже не будет так изнашиваться. Теперь вернемся к фирме в целом, о фирме в целом. Я вам так скажу, что вот этот нож визуально чисто по дизайну мне не нравится, просто нравится, как он сделан и по конструкции, и все. Вот этот нож по конструкции и все мне не нравится, как сделан, но по дизайну вот это огонь. Это просто огонь. Особенно после переделки. То есть вот смотришь на нож и думаешь, блин, какой красивый, зараза, нож. До чего же он хорош. Вот, ну, блин, просто. Да, почему не покрыта клипса? Она от Stone Ocean глубоко протравлена. Почему? А потому что смысл, она все равно будет царапаться, плюс хоть что-то должно согласовываться с лайнером, который, ну, не нужно было покрывать цирракотом и не стали. Ну, почему? Потому что, опять-таки, делать его цирракотом можно тогда, нужно еще и клипсу, тогда нужно еще точно шарик Детента менять и прочее, прочее, прочее. И тогда все равно нож останется со стопорной бонкой вот этой вот, ее тоже надо цирракотить. Ну, как бы, нет смысла, потому что вот так все смотрится весьма органично и хорошо. Тогда зачем, да? Вот, и нож просто красавец стал. Ну, просто красавец. Ничего не сказать. Вот настолько хорошо смотрится, настолько классный, настолько приятный в руке, настолько кайфовый, что, ну, просто вообще, ну, нет слов. И я не хочу себе такой нож, потому что, ну, просто потому что это не то, все равно, качество изготовления на свои деньги. Это не та закалка XHP, не та ее термообработка. Это просто купить себе вот детальки, сделай сам и дальше делать самому. Вот, я, значит, в начале видео сказал, я такой геморрой не хочу, но, но это не значит, что он мне не нравится внешне или в руках. И я могу и имею полное право, да, вот это давать оценку, в том числе, да, ну, тому, как получилось с работой в мастерской, помноженная, естественно, на исходный материал нож и идеи и пожелания заказчика. Вот это огненный нож. Я белой завистью завидую владельцу. Я думаю, он будет, ну, просто радовать, радовать, радовать и радовать. Потому что и внешне, и по тактильным ощущениям, и по, в общем, все-таки материалам он хороший, премиальный. И теперь он просто лакшери. Вот, если бы была вот такая заводская модель, ноль вопросов. Сколько? 30 тысяч? Окей. Или там, я не знаю, сколько он должен сейчас стоить или сколько стоят Спартаны. Ну, может быть, там, 1060-1080 уже как-то будет перебор. Сто пудово перебор будет. Ну, 1030, да, окей. Красота. Ну, просто вот за красивые глаза и приятный на ощупь нож. Ух, прям понравился. Иногда бывает работа, которую ты сделал, она тебя удовлетворила по качеству, все хорошо. Но тебя она никак не зацепила, там, твою ножеманскую душу. А вот этот нож, он прям останется, останется. Классная штука. Вот. Но само по себе Спартаны очень-очень спорные. Потому что они, да, душевные. В них есть изюминка. Они приятные. Они часто в руках очень хорошо сидят и все такое прочее. Но, но, ну, они всегда чуть-чуть недоработаны. И всегда можно сделать их гораздо лучше, так, как они должны были бы, на мой взгляд, быть сделаны. Вот такая штука. Пишите свои комментарии. Будем обсуждать интересы. Ну, интересно, что вы по этому поводу скажете. Напишите. Особенно меня вот интересует верхний нож.